Друзья, добрый день! Я Андрей Артёмов. Пока мой автомобиль в сервисе, я пользуюсь каршерингом и беру постоянно новые машины и хочу поделиться с вами впечатление от Москвича. Вот так выглядит, друзья, Москвич. Достаточно большая машина по габаритам, чем-то, знаете, напоминает Кашкай. Тут светодиодные фары, так всё вроде красиво. Логотип Москвича. Здесь он есть, и есть он также на руле. Я сейчас вам покажу, а на колёсах Джак. Круто, да? Посмотрим с вами багажник. Багажник такой, знаете, глубокий, но небольшой. Небольшой багажник. Я не знаю, что здесь за комплектация. О, ну тут... А, нет, это всё, понял. Это ручка. Думал, кнопочка. Закрылся. В принципе, машина смоется неплохо. Из плюсов здесь... Вот я под себя поставил сиденье. Здесь большое количество места. Три места, ремни безопасности, три подголовника. Но есть с машиной нюансы. Сейчас сядем за руль и расскажу. Значит, здесь у нас стоит вариатор. Двигатель и объём, не знаю, но полагаю, что это полтора литра. Кнопка, кнопки управления, автостёкла, водитель. Остальные, соответственно, автоматические все. На скорости закрывает дверь. Садимся в машину. У нас обычный... Здесь обычная приборка. Запускаем двигатель. Вот так это всё красиво. Вот он, видите, на руле тоже значок у москвича. На колёсах не смогли сделать. Видно, дорого. Москвич. Ну, блин, по мне, конечно, позор. Самое классное, друзья, в этой машине, это кнопка аварийной сигнализации. Потому что ты её сразу видишь, она здоровая. На некоторых они такие мелкие, не сразу находишь. Но машина реально очень холодная. Просто я не знаю, как её эксплуатировать зимой. Я пока она нагрелась, я просто уже замёрз в этой машине. Пока всех развозил. Смотрите, 24,5 градуса, он показывает, что дует прохладным. Мы увеличиваем температуру. Ну, 26,5, только начинает тепло эти. Блин, ну, реально очень холодно. Блин, 26. У меня в машине там 20 градусов уже жарища. А здесь, блин, как-то странно. Ладно, вот мультимедиа вроде неплохо. Такой большой дисплей. Смотрится красиво. Вот это чем-то напоминает, как VAG делает. Шкоды, там, Audi старые. То есть, ну, такой, знаете, не сказать, что это какой-то колхоз. Но уже вот все ставят цифровые приборки. Я не знаю, почему они не могли поставить. Руль – это отдельное безобразие. Куча кнопок. Интуитивно нифига особо сразу непонятно. Нужно смотреть, воспринимать. Я считаю, что многие кнопки не на своих местах. Можно было все сделать удобнее. Ездил, к примеру, на джеле. Вот на джеле реально очень круто сделано. И смотрим. Смотрите. У нас есть USB-шник. У нас есть прикуриватель. У нас есть автоматический стояночный тормоз. Задние колодки электромоторчики поджимают. Здесь везде, смотрите, вроде сможет, так все и нормально. А где обогрев сидений передних? Блин, да его тут просто нет. Так мало того, что его просто нет. Вот у нас здесь комплектация получается. Обратите внимание, друзья, здесь есть люк. Шторка открывается, закрывается, естественно, вручную. И нет обогрева сидений. Садишься. Сейчас на улице было тепло хотя бы. Плюс три. Блин, ну и то было попе холодно. Хотя здесь, обратите внимание, сиденье. И вроде такая тряпочка, знаете, неплохая. А боковинки как кожа. Но заходим в настройки. Здесь можно зайти. Выключить дисплей. Включить дисплей. Телефон. Медиа. Это радио. Заходим в настройки. Здесь можно только, вот видите, сделать больше-меньше. Есть автоматический режим и температура. Все. И куда, чего тебе нужно включать. Там автоматический кондиционер, если нужен. Сейчас он не нужен, потому что прохладно. Обогрев заднего стекла, обогрев лобового стекла. При этом, кстати, сделано так. Сейчас, по-моему, стекло. Я вот нити вообще не вижу. То есть, либо это сделано так круто, либо просто стоит кнопка. Ну-ка. А, все, простите, это не обогрев, это обдув. Вот я тормоз. Нету здесь никакого этого обдува. Здесь только, получается, должен быть подогрев заднего стекла. Это, я понимаю, это вот это. Но, в общем, переднего нет. Все понятно. Простите, друзья. И все. Если зайти, например... Так, нет, не сюда. Господи. Какой он... Как мне отсюда выйти теперь? Так, так. Вот заходим вот на эту кнопочку. Радио, Bluetooth, Apple CarPlay, Android, Auto. Аудио, Bluetooth, настройки автомобиля. Начинаем смотреть, что у нас есть. Звук при касании экрана. Чувствительность экрана. Время работы сопровождающего освещения. Вежливый свет в салоне. Автоматическое запирание дверей 15 км в час. Звуковой сигнал. Габариты. Регулировка яркости подсветки. Звук медиа при движении задним ходом. Все. Кнопочки обратно, вот, чтобы выйти, ее просто нет. То есть, и не смахнуть, надо вот опять сюда нажимать. Вот, больше настроек автомобиля здесь никаких нет. Настройка системы, звуки, какие-то, это для радио, я так понимаю, время, звук еще стоит, экран, русский язык, хоть и спасибо, и система. Установка обновлений, сброс настроек, обновление флэш-памяти, все. Давление в шинах, изображение, видео, все. И все, больше ничего нет. Где подогрев? Смотрите, друзья, вот, может, кто-то я пропустил. Это дисплей отключения, телефон, медиа включения. Это перемотка каналов вперед-назад или мелодии, звук больше, меньше, выключение. Нажимаем на кар, вот, он включает вот эту менюху, из нее не выйти. Это вообще что за дебилизм такой. Здесь нет навигации. Блин, ну, вот, все как-то так колхозно сделано. Понятно, это заходит воздух с улицы, это внутри он рециркулирует, обдув лобового стекла, кондиционер, обогрев заднего стекла. Сет это выбор, соответственно, линк не работает. Кар мы уже с вами сжали. Вот, вот такая, друзья, машина. При этом, в ней шикарные зеркала, хороший обзор, повторители поворотов, все супер, мне нравится. Даже вот эти громоздкие широченные стойки, и то не мешают, в принципе, обзору. У меня не было каких-то нюансов. Стекло очень сильно отдаляет, и вот при парковке, конечно, без камеры никуда. И здесь есть камера. Но, видите, ее из-за вот сейчас такая дождливая погода, ее, конечно, подзапоганило, подзакидало, но, в принципе, видно. Когда мы поворачиваем руль, у нас даже, видите, обратите внимание, поворачиваются риски, куда мы будем. Но камера по ней видно, что, знаете, она такая, как из старых телефонов Nokia, похоже, поснимали. Для того, чтобы нам, соответственно, с вами это все добро продать. Ну, вот. А, и шумоизоляция, друзья. Шумоизоляция, это просто здесь отдельный момент. Вот вчера я ездил буквально на джиле... Забыл, как называется, китайское название. Такое прикольное, небольшой кроссовер. Блин, там реально все тихо. Шикарное было управление. Шикарный был отклик на педаль газа. Тормозил не очень резко, но так нормально. Ну, вот, вы знаете, сел и поехал. Блин, здесь же нажимаешь, он рвет, потому что у него вариатор, а потом он просто умирает. Ну, в общем, такая машина, конечно, очень-очень специфическая. И мне не понравилась здесь шумоизоляция. Ее здесь, похоже, просто нет, потому что, когда что-то летит под нищу, все, ты это прекрасно слышишь. Едем на автомобиле, просто слушаем звуки подвески по такой раздолбанной дороге. Слышно, как камушки бьются об арке, причем сильно слышно. В управлении, кстати, достаточно неплохо. Роль, знаете, такой не слишком вялый, не слишком жесткий. Но вот какого-то дополнительного усилия при скорости или при чем-то нет. То есть он вот постоянно в одном таком состоянии. Шумоизоляция не хватает арок, тоже это все слышно. У нас здесь есть такой супер бортовой компьютер, запас хода, сброс, так, настройки. Настройка времени у нас только есть, оповещение, все. Тут реально больше ничего, друзья, нет. И смотрите, что он нам здесь показывает. Запас хода можно поставить, средний расход 10,5 литров. Ну, не знаю, мне кажется, для такого автомобиля многовато. А жрать он будет много, потому что это вариатор. Но запас хода 503 километра у нас практически полный баг. Но вот реально цифровая приборка чем-то напоминает Шкоды, старенькие фольксвагены на пол. Вот, похоже, вот отсюда поснимали. Смотрится она нормально, но, как я уже говорю, что хотелось бы, чтобы была современная. Указатель поворота, сигнал прикольный, он такой глуховатый, смоется неплохо. Есть касание легкое, он три раза там пиликнул и сам сбросил. А, соответственно, сейчас мы с вами выйдем, посмотрим, что у нас с габаритами. Так, что ты так пиликаешь, у меня же страшно стало. Почему у нас, ну, видите, курсовая устойчивость есть. А что у нас с габаритами? У нас автоматический свет. Так, а, вот, крутилочку включили на ближний свет. Пойдемте посмотрим, что у нас, соответственно, с светом. Включились. Они достаточно на высоком уровне стоят. Противотуманки. Вот такие габаритки. Ну, в принципе, смотрится, ну, так. Еще, вот, видите, спереди есть камера, только я не понял, почему... А, здесь нет камеры, здесь заглушка стоит. Прикольно. Ну-ка, а если нам протереть камеру? Так, где тут она у тебя? А, вот, о-о-о! Смотрите, где расположены, друзья, камера. Понятно, что ты когда едешь, и когда слякать, вот это будет все просто закидываться. Шикарное решение. Могли бы хотя бы, не знаю, вовнутрь туда спрятать. Ну, по мне, как-то так. Так себе решение. Как считаете вы? Ну, а так, в принципе, вроде смоется ничего. Ну, вот, шумоизоляция даже по звуку ее просто нету. Ну, так, включаем. А, вот, смотрите, видите, за мной елки. Ну, блин, они так размазаны, знаете, вот помните первые камеры на сотовых телефонах? А еще здесь есть нюансы, друзья. Вот мой рост метр семьдесят пять, обратите внимание, здесь просто, ну, сантиметров, наверное, десять-пятнадцать. То есть высокие люди, там, метр девяносто, я полагаю, здесь будут себя чувствовать достаточно комфортно. Еще хочу показать по поводу, рассказать по поводу сидений. То есть здесь очень комфортно, удобно сидеть. Есть различное количество настроек. Вот с идухами здесь все в порядке. И я для себя понимаю, что если я поеду в какой-нибудь дальнобой, у меня не устанет спина. И, кстати, хорошая посадка. На некоторых автомобилях есть, знаете, такое ощущение, как будто сидишь на табуретке. Вот здесь вот как в обычном седане. Все достаточно комфортно. И есть места для коленок, то есть можно и ногу там переставить, подтянуть, если вдруг она у вас устала находиться долгое время в одном положении. А вот такой, друзья, мини-обзор. Если бы я покупал, бы выбирал автомобиль себе, китайский москвич, бы я бы точно не рассматривал. Потому что есть лучшие варианты. До встречи.